добрый вечер всем кто присоединяется ко мне вижу опять знакомые лица вижу также и новеньких подписчиков очень приятно добрый вечер присоединяйтесь добрый вечер всем вообще очень здорово что я вижу из эфира в эфир хотя их в общем-то и не очень много еще и было но я уже вижу такую тесную компашку я уже вижу знакомые лица здравствуйте приятно познакомиться и вижу новые лица и мне очень здорово от того что у нас уже сложился такой круг единомышленников это чертовски приятно здорово я очень рада что я работаю не впустую что у меня уже практически команда итак начнем когда я объявила что мой эфир будет иметь такое название немножко шокирующие очищаться или заживо гнить я подумала что может быть это немного грубовато да вот так говорить но с другой стороны если если не встряхивать периодически людей то мы просто можем погрязнуть в наших диагнозах как вы понимаете речь сегодня пойдет о диагнозах о моих диагнозах и вообще о диагнозах о нашем отношении к диагнозам которые нам выставляют я обещала вам что я буду вам немножко выносить мозг я постараюсь это сделать потому что еще раз говорю если не встряхивать иногда людей просто прям вот за грудки то мы очень плотно будем сидеть в нашем болотце лелеять наши диагнозы носиться с ними как списанной торбой и по сути ничего не делать чтобы от них избавиться я сказала что мы будем линчевать диагнозы и тех кто их ставит и кто-то недоуменно меня переспросила линчевать тех кто их ставит ну да ли суд линча это самосуд да то есть считайте что мы сегодня будем судить судите наши диагнозы и судить тех кто их ставит но это ни в коем случае не говорит о том что я как-то хочу негативно отнестись к врачам к медицине как вы понимаете я не имею права это делать речь о другом речь о том что нам делать в этой ситуации когда нам выносят диагноз вот когда вы читали мой пост вы видели мой перечень диагнозов который у меня был кто мне поставил эти диагнозы ну понятное дело мне поставили эти диагнозы врачи кто убрал эти диагнозы явно не врачи они пытались это сделать но им это не удалось диагнозы убрала я сама вот сегодня будем говорить о том как мы можем убирать сами наши диагнозы у меня сейчас к вам будет вопрос на который нужно будет ответить вопрос когда вам в вашу медицинскую карточку пишут какой-либо диагноз какая ваша реакция вот напишите мне в чате поставьте цифру 1 если ваша реакция такова я принимаю диагноз я с ним соглашаюсь и я буду его лечить я буду делать все как скажет врач поставьте цифру 1 кто находится на этой позиции поставьте цифру 2 кто соглашается с диагнозом но лечиться отказывается и поставьте цифру 3 кто в принципе против постановки каких-либо диагнозов кто отрицает у себя какие-либо диагнозы и кто хочет сам разбираться в причинах возникновения тех или иных недомоганий и самостоятельно искать пути решение этих проблем ставьте цифру 3 вот пожалуйста жду ваши ответы и пока вы отвечаете быстренько скажу что эфир продлится как всегда один час запись надеюсь будет сохранена и будет опубликована во всех социальных сетях отвечать на вопросы буду в конце эфира о как вас на троечки пошли ну все супер это огонь как говорят это моя команда это точно все мои браво так и и буквально пара слов мин суперские одни троечки я в восторге и буквально два слова для моих новеньких подписчиков для тех кто еще меня не знает или мало знает не успел познакомиться мне 57 лет я консультант по питанию я практикую очищение по огонян являюсь членом международной организации диетологов и натуропатов и в настоящее время учусь в институте российский институт инновационной натуропатии моя будущая специальность доктор натуропатии ну классно я увидела одни троечки практически и хочу сказать что это действительно так категория людей наиболее продвинутых которая входит в золотые 10 процентов населения земного шара которые способны воспринимать не шаблонную информацию и способны сами своими руками творить из себя здоровых активных людей слава богу таких большинство хотя в принципе я лично прошла все этапы от первой группы до этих традиционщиков которые принимают диагнозы я же их приняла свое время я с ними со время смирилась я думаю что это нормально иметь и такие диагнозы после 50 лет была я и во второй группе когда ты вроде бы понимаешь что что-то не так да что ты лечишь эти диагнозы они не вылечиваются но что делать ты еще пока не очень понимаешь и в конце концов я пришла в третью группу когда я поняла что по сути все зависит от тебя самого и вот я очень рада что я прошла этот путь и на своей собственной шкуре теперь понимаю как это пройти путь от традиционщика к золотым десяти процентам и так давайте вообще разберемся с этими диагнозами с наиболее популярными наиболее популярный мне кажется диагноз это гипертония сейчас все поголовно сплошь гипертоники и причем это так произносится торжественно я гипертоник вот я сколько раз слышал вот эту фразу я гипертоник и люди так гордо об этом заявляют и они заявляют об этом обреченно им поставлен диагноз гипертония и вот понимаете что происходит вот в один прекрасный день до человек жил-жил-жил-жил ну там у него что-то подскакивало давление он обращал внимание то не обращал но он просто жил и был просто вася и вдруг он приходит к врачу жалуется на свои симптомы врач ему пишет в карту гипертония и от врача вася уже выходит не вася а гипертоник то есть вошел к врачу вася а вышел от врача гипертоник и он так и говорит я теперь гипертоник то есть человек добровольно принимает на себя как клеймо этот диагноз и идет послушно пить таблетки а почему у него начало шарашить давление откуда давление почему поднимается давление потому что сердце усиленно накачивает кровь мозг а зачем она это делает сердце ну очевидно давайте рассуждать логически да очевидно потому что мозгу крови не хватает а почему мозгу не хватает крови но очевидно потому что что то не в порядке с сосудами а что не в порядке с сосудами вот давайте возьмем такой банальный пример вы на огороде поливаете свои грядки из шланга у вас льется вода из шланга вдруг вода перестает течь вы что делаете вы идете и проверяете что случилось со шлангом может быть он перегнулся может быть на него кто-то наступил может быть там засосался песок и шланг забился песком почему не идет вода а вы идете выясняете причину точно также здесь если кровь не выступает достаточном количестве в голову не кровоснабжается головной мозг что-то здесь не так надо идти и смотреть что с сосудами где-то кто-то на них наступил кто-то их пережал кто что может пережать сосуды пережать сосуды может спазм и отек от чего может образоваться спазм причина может быть очень банальной она может быть настолько банально что человек даже не подозревает насколько проста причина по которой он вдруг стал гипертоником а причина может быть следующий человек много времени проводит проводил и проводит сидячей работе за компьютером и у него хронически спазмирована верхняя часть спины и шея у него мышечный гиперспазм из-за этого у него пережимаются кровеносные сосуды и кровь не поступает достаточном количестве в голову именно поэтому сердце начинает накачивать причина проста до безобразия достаточно просто включить в режим дня специальную гимнастику для расслабления мышц шеи и спины и нормальное кровоснабжение головного мозга будет восстановлено это одна из причин либо он может у человека смещены позвонки да может быть нужно сделать правку атланта может быть нужно просто пойти и сделать снимок и посмотреть что там не в порядке с позвоночником отыскать причину а может быть и другая причина может быть застой лимфы застой лимфы сопровождается лимфатическими отеками а отек это опять пережатые сосуды а почему застой лимфы а застой лимфы может быть по той причине что загрязнен кишечник лимфа выводит свои главные стоки основной сток через кишечник если кишечник загрязнен если запоры хронические лимфа застаивается образуют образуются лимфатические застои вот вам причина для отеков в том числе и для отеков в области шеи потому что здесь находится достаточно много лимфатических услов если вы знаете анатомию и так мы разобрались гипертонией что гипертония не приговор и быть гипертоником это непочетно надо идти и разбираться со своим диагнозом искать причину следующий такой популярный диагноз диабет я диабетик звучит гордо да как люди входят с этим диагнозом я диабетик все они больше не хотят ничего знать я диабетик я сейчас говорю про диабет второго типа приобретенный с возрастом а откуда он взялся что значит диабетик на самом деле вы не диабетик вы просто человек у которого что-то не совсем в порядке с поджелудочной железой ну вроде бы она и производит инсулин но что-то не так с этим инсулином что-то он как-то не выполняет свои функции в организме не так он действует на глюкозу а почему инсулин вдруг перестал выполнять свои функции нужно идти в глубь себя и разбираться а что у тебя не в порядке с поджелудочной железой а что ты такого с ней сделал что она вдруг стала производить некачественный инсулин а может быть ты много лет ее насиловал свою поджелудочную железу а может быть ты занимался чревоугодием всю жизнь может быть ты ел слишком много слишком часто слишком тяжелую пищу из-за того из-за этого у тебя страдал не только поджелудочная железа но и и все остальные другие органы пищеварения а мальчиком для битья оказывается в этой ситуации как раз толстый кишечник потому что если мы заваливаем свой верхний отдел слишком много еды слишком часто и слишком неудобо варимую пищу то она не переваривается до конца не расщепляется и все что не до переварилась не до расщепилась проваливается в толстый кишечник не расщепленном виде если это не расщепленный вид в кишечнике наступают процессы брожения и гниения где где процессы брожения и гниения там идет интоксикация организма если эта интоксикация организма это системный сбой это не только дисфункция поджелудочной железы но и дисфункция многих других органов пищеварения и не только пищеварения вот вам пожалуйста замкнутый круг круг это колесо можно разматывать до бесконечности и все равно все упирается в загрязненный кишечник еще один популярный диагноз артроз артрит когда человеку ставят диагноз он послушно покорно берет палки костыли начинает хромать колоться делать уколы ну а как я же я у меня же артроз у меня же артрит все я приговорен теперь делать уколы ну и что дальше ну берешь ты палки ты хромаешь а что ты будешь дальше делать ты что будешь и так будешь всю жизнь ходить с палками хромать а откуда взялся твой артроз артрит ну ты же не был с ним раньше ты же родился без артроза без артрита почему он образовался давайте снова идти вглубь проблемы например это коленные суставы к примеру до популярно у меня болят коленные суставы суставы не болят потому что суставы это кости кости болеть не могут болят мышцы вокруг этого сустава потому что в мышцах находятся болевые рецепторы а почему болят мышцы да потому что нарушено кровоснабжение а почему нарушена кровоснабжение да потому что пережаты сосуды а почему пережаты сосуды потому что либо лишний вес который их передавливает Либо лимфатический застой, либо и то, и другое. Есть не только полные люди с артритом, с артрозом, есть и худые люди. Это может быть просто банальный лимфатический застой. Это могут быть просто хронические запоры, которые не дают лимфе спускаться в главный сток, в кишечник. Лимфа застаивается, воспаляются лимфоузлы, образуются отёки, воспаления. Вот вам, пожалуйста, очаг, болевой синдром, застойное явление, нарушение кровоснабжения органа, в данном случае коленного сустава. Вывод опять один и тот же. Либо очищаем кишечник, либо продолжаем ходить с палками и говорить, что у нас артроз по жизни навсегда. Есть ещё один такой популярный диагноз – хронический танзелит. У меня хронический танзелит. Звучит гордо. Человек приговаривает себя к тому, что у него хронический танзелит, то есть постоянное воспаление в миндалинах. Что такое миндалины? Это лимфоидная ткань. Что такое гной в миндалинах? Ну, пробки, да, вот эти гнойные. Гной – продукт гниения. Почему гной образуется в миндалинах и почему он там находится хронически, то есть постоянно? Кто там сгнил в миндалинах? Ну, очевидно, там сгнили вирусы и бактерии, и, очевидно, их там было очень много, потому что миндалины как раз и служат ловушкой для бактерий и вирусов, потому что миндалины – это часть лимфатической системы. А лимфатическая система, вы уже знаете, потому что вы моя команда, это канализация. Почему там так много гноя, что мы носим его в себе хронически? Несмотря на то, что у нас красивое лицо, красивые губы, красивые зубы, красивые глаза, в этом красивом лице может находиться вот такая некрасивая хрень, как вонючий гной. Вы когда-нибудь видели эти пробки? Вы выдавливали их вообще-то ложкой? Вы нюхали, как они пахнут? Это жёсткий смрад, это зловоние. И не укладывается в голове, как красивая голова может носить вот это смрадное зловоние. Почему пробки гнойные находятся в лимфоидной ткани, в миндальных? Да потому что лимфа не может вывести их через главный сток, через кишечник. Мы опять возвращаемся к кишечнику. Если лимфа не давать возможности выпускать отходы через главную выделительную систему, через кишечник, она будет их выпускать через любые органы и даже через миндалины, которые находятся в вашей красивой голове. Вывод опять один и тот же. Очищаем кишечник, либо являемся носителями хронического воспаления миндалина. Носим гной в своей красивой голове. Ещё один очень популярный диагноз – аллергия. Я аллергик. Очень многие так говорят. Я аллергик. И они смиряются с этим. И они готовы обвинять в этом кого и что угодно. Кошек, собак, цитрусовые, мёд, пыльцу, домашнюю пыль, кого угодно. Можно обвинять в том, что вы аллергик. На самом деле, всё, что я перечислила, всех этих кошек и собак, они вообще не имеют никакого отношения к вашей аллергии. К вашей аллергии имеют отношение ваши токсины. Те токсины, которые вы носите внутри себя, внутри своего организма, в своих тканях, в кишечнике, в крови, под кожей, везде. Просто есть катализаторы, то есть ускорители вывода этих токсинов. Что такое аллергическая реакция? Это попытка организма вывести токсины через какую-нибудь выделительную систему. Если это через кожу идёт, у нас появляется зуд, покраснение, мы чешемся, пожалуйста, проявление аллергии. Если токсины выходят через дыхательные пути, мы начинаем сопливиться, задыхаться, кашлять, чихать. Вот вам, пожалуйста, через лор органы. Почему токсины прут через эти выделительные системы? Да потому что забита главная канализационная система, главный кишечник забит. Он грязный, он не справляется с выводом токсинов. Поэтому подключаются другие выделительные системы. Вот вам, пожалуйста, причина аллергии. И то, что там кошки, собаки, апельсины якобы вызывают аллергию, если вы очищаете свой кишечник, очищаете свой организм, как только вы проходите несколько этапов очищения, и вы избавляетесь от основного, большого количества токсинов, вам никакие апельсины, кошки уже и пыльца не страшны. Вы уже совершенно спокойно реагируете на эти катализаторы, и ничего не происходит с вами. Таких примеров масса. Вот вам, пожалуйста, опять снова вывод. Либо очищаем кишечник, либо ходим аллергиками пожизненно. В общем, я могу еще долго, бесконечно перечислять эти диагнозы, но я думаю, что вы уже поняли этот алгоритм, вы уже поняли всю схему. И теперь давайте вернемся к моим диагнозам. Сейчас пробежимся по моим диагнозам, которые у меня были, как они исчезли. Вот этот механизм, этот внутренний процесс их исчезновения. То есть почему мне удалось их убрать своими собственными руками, не обращаясь к медицине и не принимая никаких лекарственных средств. Я обещала это сделать, я это делаю. Итак, первым пунктом у меня стояло плечо-лопаточный периартрит. Полгода страданий, полгода боли и невозможности поднять левую руку вверх. Что происходит на четвертый день очищения по огоням? На четвертый день начинает уходить боль из плеча, в то время как полгода она только делала, что усиливалось. Что происходит? А происходит следующее. Я очищаю свой толстый кишечник, я освобождаю сток для лимфы, я разгружаю свою лимфатическую систему, мои лимфатические застои начинают рассасываться, лимфа приходит в движение, уходят отеки, потому что лимфатические узлы разгружаются, отеки уходят, воспаление уходит, сосуды освобождаются, они перестают быть зажатыми этими отеками. Кровоснабжение этого больного места возобновляется, становится нормальным, естественным. Соответственно, болевой синдром уходит. По окончании 21-дневного курса очищения прогонян я уже смогла полностью поднимать левую руку вверх и больше ни разу за 4 года ко мне эта проблема не вернулась. Вот так просто решается проблема плечо-лопаточного периартрита. Следующий мой диагноз – остеохондроз. Куда он подевался? Меня всю жизнь мучил поясничный остеохондроз. Как он был приобретён? Я-то думала раньше, что это у меня там чего-то там, какие-то там зажатые позвонки, корешки, что-то какие-то смещения. Да ни хрена там никакого смещения не было. Всё очень просто и банально. Был мышечный спазм. Я занималась спортом много лет, лыжным спортом. Это вот в такой позе много лет. Нас учили напрягаться, нас учили побеждать на соревнованиях, но нас почему-то не учили расслаблять мышцы, растягивать мышцы. Поэтому у меня возник жестокий многолетний спазм мышц в области поясницы, который давал мне обострение при каждом малейшем неудобном случае. Стоило только не так повернуться, всё, мышечный спазм усиливался, начинался жуткий болевой синдром. Ну, вы знаете, как происходит поясничный остеохондроз. Как только я начала заниматься очищением полуогонян, у меня разгрузились паховые лимфоузлы, кишечные лимфоузлы, у меня опять снялся лимфоотёк, у меня ушёл лимфозастой, у меня пошло движение лимфы, возобновление нормального кровоснабжения поясничной зоны. Всё. Где мой остеохондроз? Я уже 4 года о нём не знаю, не помню. Тогда как раньше, с 21 года до 53 лет, то есть несколько десятилетий, я почти каждый месяц страдала этим делом. Улавливаете разницу? Следующий мой диагноз – мигрень. Много лет, много лет меня изводила этот диагноз. Кто знает, что такое мигрень, прекрасно меня понимает. Почему мигрень исчезла сразу после первого 21-дневного курса очищения по огоням? Поскольку у нас до сих пор не существует чёткого определения причин возникновения мигрени, я могу объяснить это так. Опять же, скорее всего, у меня просто разгрузились лимфоузлы. Возможно, заушные, подчелюстные, надключичные. Восстановилось кровоснабжение головы, поэтому голова стала вести себя адекватно. И теперь приступы мигрени, я не могу сказать, что я совсем от них ушла, но это бывает крайне-крайне редко, но, может быть, раз в год по какой-то очень веской причине, или очень сильное переутомление, или перегрев, вот что-то такое. Но по сравнению с тем, что это было каждый месяц в течение долгих лет, это, опять же, очень большая разница. Ещё один мой диагноз. У меня болели колени. Я с трудом поднималась на второй этаж. Ну, здесь всё просто. Почему исчезла боль в коленях и больше ни разу не возвращалась? Просто ушёл лишний вес, и ушло передавливание сосудов. Я считаю, что здесь вообще всё очень просто. Просто были передавлены кровеносные сосуды в области коленных суставов, и они давали этот болевой синдром. Всё, колени полностью здоровы. С уходом лишнего веса, 26 килограмм, с восстановлением нормального лимфотока и кровообращения. Никаких болей в коленных суставах нет. Прощай диагноз. И вот теперь ещё очень важный диагноз – варикоз. У меня даже там кто-то спрашивал, не помню, где, про варикоз. Как это вы так избавились от варикоза? Варикоз у меня был, опять же, тоже с 21 года, так же, как и остеохондроз, страшнейший варикоз. Я делала несколько раз склерозирование, я делала операцию по перевязке вен. У меня было жуткое выпячивание вен, прям вот выпячивание сильное, особенно во время двух беременностей. Чёрные ноги. К 53 годам это была жуткая отёчность ног, болезненность. Я еле ходила, у меня по вечерам ноги были как булдышки. Я просто не могла на них наступать. Куда всё делось? Почему больше не отекают ноги? Почему больше ноги не болят? Почему варикоз замят? Почему больше не идёт выпячивание и напухание вен? Потому что, думаю, вы уже теперь всё сами знаете, уже за меня всё скажете, да? Потому что я восстановила нормальное кровообращение, как артериальное, так и венозное. Потому что варикоз – это нарушение венозного кровообращения. Опять же, снятие отёков, снятие спазмов, разгрузка лимфоузлов, нормальный лимфооток, нормальное кровообращение. Всё. Вращаю варикоз. Вот он диагноз, который я носила десятилетия. Я от него избавилась за три недели. Сказка? Нет. Реальность. Абсолютно всё реально работает. Симптомы климакса. Ещё вот эта неприятная вещь была, да? Долго меня мучила. Приливы. Вот это потение. Эта раздражительность. Неприятный запах. Куда всё делось? Куда всё исчезло после трёх недель очищения по огням? Ну, всё туда же. Потому что что такое нарушение, что такое климакс, да? Нарушение каких-то гормональных процессов в теле женщины. Почему нарушаются гормональные процессы? Да просто потому, что к этому возрасту у женщины уже нарушена вообще вся её биосистема. Потому что гормональная система — это всего лишь часть биосистемы. Когда идёт налаживание процессов в общем, в биосистеме человека, гормональная система, как часть биосистемы, тоже налаживает свой нормальный человеческий, естественный фон. Поэтому уходят все симптомы климакса. Всё. Я про них уже забыла и даже не помню, что это такое было. Ну вот я описала все свои симптомы. Про папилломы мы уже говорили, почему они отваливаются. Итак, вывод. Какой вывод? Очищаем кишечник, либо гниём заживо. Если мы не очищаем кишечник, мы не даём возможности выводить из нашего организма застои гноя, застои слизи, застои шлаков, токсинов. Всё это накапливается, накапливается, накапливается и приводит к образованию, получению вами, ваших любимых диагнозов, которые вам врач ставит в амбулаторной карте. И вы идёте с этой картой, размахиваете ею и думаете, что всё, вот теперь всё закончено. А на самом деле с получением диагноза всё только начинается. Начинается ваша работа. Как это всё делать? Как это всё правильно делать? Поскольку я уже прошла всё это, как говорится, на своей собственной шкуре, всё это отработала, да, как это всё правильно делать. И чтобы донести это до максимального количества людей, я и создала свою собственную школу оздоровления, назвала её марафон «Суперчистка». На сегодняшний день уже более 30 человек подключились к этому марафону, который стартует 28 июня. Почему я провожу вебинар сегодня, 18 июня? Потому что до старта марафона осталось ровно 10 дней. У вас есть ровно 10 дней, чтобы подумать и решить для себя. Присоединитесь вы к нашей команде, к этому марафону «Суперчистка» или останетесь в стороне. Что будет на марафоне? Вы узнаете все правила и принципы, по которым нужно аккуратно, безопасно, эффективно очищать кишечник и, в общем и целом, весь организм. Вы уже, наверное, слышали эту информацию, но я повторюсь для новеньких. Марафон разбит на три этапа. Каждый этап занимает практически месяц. Месяц подготовки по коррекции питания с подробным описанием по продуктам, что едим, что не едим, с мощным детоксом, с применением глиняной воды для того, чтобы произвести дезинтоксикацию организма, для того, чтобы вход в основное очищение происходил безболезненно. Второй этап – очищение по огоням. 21 день, но те, кто захотят быть меньше на этом этапе, пойдут меньше, там 7-14, у кого как сложится. Самое крутое очищение, самое безопасное, самое эффективное очищение по огоням, потому что оно идёт на жидком питании. Это не голод, это жидкое питание на чаях, на травяных чаях, с мёдом, свежевыжатыми соками. Это самое комфортное условное голодание, которое приводит к очень хорошим результатам. И, наконец, третий этап – это правильный выход из условного голодания. Это то, чем грешат очень многие, совершают неправильный выход, совершают быстрый выход, получают смазанные результаты, сводят на них все полученные результаты. И так вы понимаете, что моя школа «Марафон Суперчистка» – это по большому счёту школа оздоровления организма. А вот снижение веса – это уже приятный бонус к этому общему процессу оздоровления. Те, кто имеют много лишнего веса, получают бонус по снижению веса. Те, кто не имеют лишнего веса, могут не волноваться. У таких людей много веса не уходит. Если делать всё правильно и в щадящем режиме, и делать всё так, как я буду рекомендовать, то много веса не уйдёт. Я хочу, чтобы вы, приняв участие в этом марафоне, хочу, чтобы научились, поняли так же, как и я, что диагнозы – это не есть что-то необратимое. Это то, с чем реально можно работать и убирать их от себя своими собственными руками. Необратима только смерть. Но не будем о смерти, будем о хорошем. Почему я хочу, чтобы вы шли ко мне, в мою команду, в мой марафон «Суперчистка»? Потому что у меня есть несколько плюсов. Первый мой плюс – это мой возраст. Вот как ни странно, мой возраст, такой пожилой, 57 лет, он играет мне на руку, потому что 57 лет – это уже опыт. Это уже опыт не только жизненный, но уже и опыт, понимаете, какой, да? Практический опыт по оздоровлению себя с помощью принципов натуропатии, с помощью естественных законов оздоровления. И это работает, и вы все являетесь этому свидетелем. Вы видите мои фото до и после, вы видели мои видео четырёхлетней давности, и сегодня вы видите меня. Я думаю, что вы понимаете, что есть существенная разница между мной тогда и между мной сегодня. Поэтому доказывать и убеждать вас, я думаю, это уже лишнее. И поскольку у меня уже за это время сформировалось очень чёткое понятие, как это делать эффективно и безопасно, поэтому я и предлагаю вам вот эту школу «Марафон Суперчистка». По деталям я не буду сейчас говорить. Все детали марафона можно посмотреть на страничке презентации, по ссылке, по которой вы перейдёте по окончании нашего эфира. Ссылка стоит у меня в шапке профиля. Заходите по ссылочке на страничку презентации, все условия там описаны. Можете сразу подключаться и оплачивать. Можете, если что-то непонятно или какие-то волнующие, беспокоящие вопросы, пишите мне в директ, не стесняйтесь. Отвечаю всем, разжую всё подробно, всё, что вас волнует, беспокоит, непонятно, чтобы не осталось никаких сомнений. Всё, рассказала, и сейчас отвечаю на ваши вопросы. Планируется ли марафон осенью ещё раз? Вот пока этого не могу сказать. Я хочу провести его очень качественно вот сейчас, этим летом, и там посмотрим. Там посмотрим, может быть. Пока не могу сказать. Так, вы избавились от этого всего с первой чистки? Да, ребята, да. Это звучит, наверное, как сказка, но это действительно. Вот все те симптомы, которые я вам назвала, да, перечислила, они прошли у меня уже после первого курса очищения в 21 день по системе Аганьян. Почему я и вас призываю сейчас в этот марафон? Потому что мы не только пройдём курс очищения, мы ещё очень тщательно к нему подготовимся. И вы уже на первом этапе будете получать свои первые маленькие, а может быть и не очень маленькие, положительные результаты. Без результата не уйдёт никто с этого марафона. Все получат результат. Я вам это гарантирую. Так, дальше, вопросики. Всё так просто и чётко объясняете. Супер. Да просто потому, что это на самом деле всё очень просто и чётко. Я рада, что вы меня понимаете. Если вы меня понимаете, это уже супер. Объясните механизм менопаузных симптомов. Ну, если вы про климакс, то я просто коротко могу сказать, что это идёт гормональный сбой. Но гормональный сбой – это тоже не приговор. Гормональный сбой происходит на фоне общего сбоя системы. Восстанавливая свою систему, биосистему человека, вы и гормональный фон тоже восстанавливаете свой нормальный. Я не принимала ни одной пилюли, никакой гормонозаместительной терапии. Я вылезла чисто на огонян из всех своих симптомов. Так, Байя, благодарю за помощь. Я очень рада, что пригодилась моя помощь. Скажите, узлы на щитовидке – это что? Это дисфункция щитовидной железы. Вот, кстати, по поводу всех этих узлов – миомы, фибромы и всяческие другие кисты, новообразования, да, какие-то там опухли, вот эти все разрастания. Что это такое? Что это такое? Что за ткань? Почему она там где-то нарастает в разных частях нашего тела? Это больные клетки. То есть мы должны состоять из здоровых клеток, но у нас почему-то образовываются больные клетки. А почему образовываются больные клетки? Потому что есть питательная среда для больных клеток. А что это за питательная среда для больных клеток? А это гнилостная среда. Это закисленная среда. Это среда, в которой и застой, застой отходов, застой канализации. Это опять же плохая работа лимфы. Вот вам причина. Все очень просто. Конечно, это можно очень долго объяснять на биохимическом уровне. Но я думаю, этого не стоит делать. В рамках эфира мы этого не сможем сделать. И не у всех такой уровень подготовки, чтобы разбирать биохимические процессы. А если миндалины удалены? Ну все, алис, капец, миндалины удалены. Нужно тем более, значит, активизировать кишечник. Потому что через миндальный гной теперь уже не может выйти. Значит, нужно активизировать кишечник, чтобы все отходы через кишечник выходили. Так, скажите, пожалуйста, вы употребляете мясо? Да, я не отказался от животного белка. И я не вижу в этом никакой необходимости. Если употреблять животный белок грамотно, умеренно, в правильном сочетании, то от него будет только польза. А если мы его неумеренно употребляем, вот тогда будут гнилостные процессы. Ко всему нужно подходить очень правильно. И этому я вас тоже буду учить на марафоне, как правильно питаться. Мы там очень много тем затронем. Я, наверное, не сказала еще, в каком формате он будет проходить. Это будут еженедельные прямые эфиры. Это будет ежедневное общение в чате, в WhatsApp. Это будет поддержка в переписке через личный кабинет. Это будет доступ в личных кабинетах ко всем обучающим материалам. В общем, это будет такой онлайн-интенсив, ежедневное общение без выходных в течение трех месяцев буквально с каждым участником этого марафона. Без внимания не останется никто. Можете не сомневаться. Так. Ну, вроде бы как вопросы все. Спасибо за то, что я являюсь вашим вдохновителем. Я очень рада. Я очень рада быть вам полезной. Это на самом деле очень большое чувство такое светлое, радостное, что ты не зря топчешь эту землю, что ты не зря что-то тут суетишься, чего-то там пытаешься донести, сказать, рассказать. Я очень рада, что я нахожу вот такой отклик, и что я действительно приношу реальную пользу. И мне хочется приносить ее все больше и больше. Я очень надеюсь, что с окончанием учебы в институте, ну, это вот будет в конце этого года, я уже, надеюсь, получу диплом доктора Нандарапати, я надеюсь, что я смогу приносить еще больше пользы, потому что те знания, которые я получаю сейчас в институте, это действительно просто суперклад. Это находка. И, кстати, сейчас я как раз вот слушаю цикл лекций, в которых доктор, ну, прям доктор медицины, но который повернулся лицом к Нандарапатию, и вот его замечательные слова, он говорит, лечение любого заболевания начинается с промывания толстого кишечника. Представляете? Ну, это же и было с древних времен, это же и было. Что первым делом назначали доктора древние, даже там доктор Айболит, да, вот касторку, касторку, для того, чтобы очистить кишечник в первую очередь. Поэтому кишечнику нужно кланяться в ножки, нужно с ним быть на «вы», нужно учиться чувствовать свой кишечник. И когда вы начнете с ним дружить, когда вы заселите его здоровой микрофлорой, вы почувствуете себя совершенно другим человеком. Как это чувствую сейчас я? Вот я тогда и я сейчас. Это совершенно разные люди. Вы наверняка знаете, я уверена, что вы знаете эту информацию, что здоровая микрофлора — это залог нашего здоровья, хорошего крепкого иммунитета, наших положительных эмоций, нашего хорошего уровня энергетики, энергии, даже характера. Это всё микрофлора. Поэтому нужно отдать ей дань, нужно научиться выращивать в своём кишечнике здоровую микрофлору. Если у человека какой-либо стоит диагноз, это говорит только о том, что в его кишечнике царствует патогенная микрофлора. Вот и всё. Поэтому записываемся на марафон. Учимся очищать свой кишечник от патогенной микрофлоры и выращивать здоровую микрофлору. И будет нам всем счастье. Так, ну какие ещё вопросы? Я так поняла, что я уже на всё ответила. Сегодня я ещё где-то примерно в течение пары часов буду онлайн. Пожалуйста, переходите по ссылке на страничку презентации марафона и смотрите условия. И в течение двух часов я ещё смогу вам отвечать на ваши вопросы по организации марафона, по участию в марафоне. У меня ещё есть пять минут. И просто хочу сказать, что для участников марафона у меня очень хорошие бонусы. Бонусы, которые для тех, кто оплачивает сразу три этапа, шикарный бонус. В подарок идут три моих книги. Я вложила очень много души и своих писательских способностей в эти книги. Это книга о моём опыте условного голодания пошагово день за днём. Это книга о правильном выходе из условного голодания. Это книга по естественному питанию, 100 простых вкусных рецептов, которые помогли мне перейти на естественное питание. Я дарю эти книги тем участникам, которые оплачивают сразу три этапа. Кроме того, эти участники получают 20% скидки, если идёт оплата сразу трёх этапов. Вот такие у меня бонусы для вас. Так, смотрю ещё. Так, всё, вопросов, походу, больше нет. Я благодарю вас. Спасибо за ваши отзывы, за то, что вы называете меня позитивным и харизматичным наставником. Спасибо. Я постараюсь оправдать это ваше доверие и в марафоне. И надеюсь, что те, кто сейчас ещё раздумывают, присоединятся к нашей команде, те, кто уже стоят на низком старте, ждут 28 июня. Надеюсь, что наша команда пополнится, и мы будем одной большой дружной семьёй работать над вашими личными достижениями в плане очищения организма и его общего оздоровления. На этом разрешите мне откланяться. Благодарю всех, кто принял участие в сегодняшнем эфире. Переходите, пожалуйста, по ссылочке, кто ещё не знаком, со страницы презентации марафона. И до новых встреч! Всем спасибо большое за участие!